Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Велопрогулки станут доступнее. На Пионерском проспекте продолжается строительство второй очереди велодорожки. Новая жизнь сельского дома культуры. В Юровке начался капитальный ремонт местного клуба. Ёлочка, зажгись. В «Анапе» приступили к монтажу главного новогоднего символа. Сегодня состоялась очередная 36-я сессия совета. В ее работе принял участие глава «Анапы» Юрий Поляков. Депутаты рассмотрели 14 вопросов. Комплекс вопросов, относящихся к бюджетной политике, озвучила заместитель главы «Анапы» Яна Дуплякина. На 7 декабря назначены публичные слушания, на которых рассмотрят главный финансовый документ города-курорта на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. До утверждения бюджета на будущий год необходимо разработать программу по градостроительной политике, считают депутаты. Она позволит предусмотреть средства на изменения генерального плана. Глава «Анапы» прокомментировал это предложение. Абсолютно правильно вы говорите, что нам сегодня городу-курорту «Анапа» нужны изменения в генплане. Мы это знаем и вы все это знаете. Но для того, чтобы вносить изменения, мы сегодня нарабатываем все вопросы, те, которые нам нужно включить в изменения. Сегодня есть порядка, наверное, 150 вопросов по архитектуре, около 50 у нас. То есть мы сейчас формируем такую, грубо говоря, базу, то, что нужно изменять. Мы не можем по 10 раз его там вносить изменения в генплан, потому что не так просто его сделать. Поэтому заверяю вас о том и всех депутатов, что изменения будут внесены. Депутаты совета согласовали на должность главы администрации Анапского сельского округа кандидатуру Владимира Грязнова. Владимир Павлович – житель Анапской, имеет опыт хозяйственной деятельности. Заверил депутатский корпус в своей готовности приложить усилия на благо жителей сельского округа. Желание работать есть, но это на самом деле очень большое. Практически 30 тысяч населения, много муниципальных учреждений бюджетных, депутаты. Депутаты все очень активные, поэтому работы предстоит много. Прошу поддержать кандидатуру и вам, конечно, терпение. В завершении сессии депутаты рассмотрели и поддержали обращение к руководителям предприятий, осуществляющим жилищное строительство на территории города-курорта Анапа. Оно будет опубликовано в ближайшее время. Никита Бойко, Роксана Бакуменко, Александр Кореневский, Анапа. Регион. С 27 ноября по 3 декабря депутаты единороссы ежедневно будут проводить приемы граждан. Неделя приемов приурочена к очередной годовщине образования Всероссийской политической партии «Единая Россия». Обращаться можно в общественные приемные города и сельских округов. В Доме культуры села Юровка появится своя театральная студия. Проект планируется запустить сразу после окончания капитального ремонта. Старое здание получит фактически вторую жизнь. А тем временем участники одного из самых титулованных в крае танцевальных коллективов с нетерпением ждут возможности опробовать новую сцену. Во всем здании, которому больше полувека, заменили проводку. Стену выравнивают с использованием уже современных технологий и материалов. Полностью меняют пол, начиная с основания. Общая стоимость работ – порядка 5 миллионов рублей. Деньги из краевого и муниципального бюджетов. Работы идут быстро, работа идут качественно. Технадзор проверяет постоянно. Все работы идут под контролем технадзора. В прошлом году обновили фасад. Сейчас идет ремонт всех оставшихся наружных стен. Работа кружков и творческих коллективов продолжается. В частности, хор репетирует в библиотеке, а в актовом зале местной школы занимаются танцами. Для танца, что большое помещение необходимо, оно присутствует, так как зал большой. Здесь можно разогреваться, есть на что репетировать. Когда репетируешь, ты должен смотреть на себя, видеть, что ты делаешь. Егор учится в 11 классе. Четыре года занимается народными танцами. Сначала пришел на концерт, потом стал участником образцового художественного хореографического коллектива «Самоцветы». Этим летом ансамбль привез четыре первых и два вторых места с фестиваля в Испании. Теперь Егору не терпится выступить для односельчан на новой сцене. Конечно, ожидаем. Ну, во-первых, посмотреть хочется, как что сделали, отделка новая. То есть, постелят новые полы, сцену, ну, вы увидите, интересно. Ее говорили, что больше сделают. То есть, будет больше места, а у нас на той практически, мы там не разойтись, ничего не могли. А тут уже поинтереснее смотреть будет. Сегодня в Юровском доме культуры занимаются порядка 300 сельчан. В основном дети, помимо занятий пением, танцами, работают кружки и шахмат, шашек, рисование и мультипликации. Сразу после ремонта появится театральная студия. Набор в нее уже открыт. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Хорошие новости для любителей активного отдыха. На Пионерском проспекте будут продолжены работы по строительству велосипедной дорожки. Новый спортивный объект станет продолжением уже существующей трассы и пройдет вдоль Пионерского проспекта. Но уже с другой стороны дороги, ближе к морю. Мониторинг показал, велодорожка от реки Анапка до Дельфинария пользуется большой популярностью. Трасса заработала этой весной и стала одним из любимых мест активного отдыха и гостей и жителей нашего города. Две недели назад было принято решение продолжать работы. Данная велодорожка будет проходить от улицы Кольцевой до пансионата Кристалл. Протяженность велодорожки будет составлять полтора километра. Ширина данной велодорожки – 2 метра 15 сантиметров. В Анапе сегодня полным ходом идет благоустройство. Курорт готовится к новогодним праздникам. Масштабные работы ведутся на улице Ивана Голубца. Здесь на промежутке от Самбурова до Гоголя ведется демонтаж бордюров. Старые поребрики давно пришли в негодность. Торчащая из них арматура могла повредить колес автомобилей. До начала зимы здесь планируется заменить порядка 200 метров бордюра. Но, пожалуй, главные события развернулись на театральной площади. Здесь коммунальщики приступили к монтажу главного новогоднего городского украшения – новогодней елки. Процесс весьма трудоемкий и ответственный. Рабочим предстоит собрать в единую конструкцию более тысячи металлических направляющих. Со стороны это похоже на конструктор. Только здесь ошибки недопустимы. Новогодняя елка у нас составляет 21 метр высотой, вес 7 тонн. Монтаж продлится до 1 декабря. В 1 декабря елка будет наряжена, стоит красивая. Пока собран только каркас. Однако, несмотря на неблагоприятные погодные условия, коммунальщики обещают все работы закончить в срок. Впрочем, даже эти новогодние приготовления, говорят анапчане, создают в городе праздничную атмосферу. С детства, мне кажется, для каждого елка – это олицетворение праздника, тепла, запахов, мандарин, чего-то нового, чего-то светлого, чего-то прекрасного. Поэтому всегда елка ассоциируется с праздником. С праздником, с хорошим настроением и с тем, что будущий год будет лучше, чем предыдущий. Также будет установлена праздничная иллюминация на городских фонтанах. Коммунальщики уже привезли силовые каркасы. В ближайшее время на них смонтируют светодиодные ленты и уже в начале декабря главные улицы города украсит праздничная иллюминация. Руслан Душевский, Анапа-регион. Скоро один из главных атрибутов Нового года появится и в домах анапчан. Наша съемочная группа узнала, какие традиции украшений вечно зеленых красавиц существуют в семьях жителей нашего курорта. 25 декабря ставим елку. Предпочитаем настоящую. Больше как-то запах идет совсем другой. Вроде живая же. Елочка искусственная, потому что уже с женой в годах убираться почти иголок нет. А это хорошо так. Нарядили, разобрали, снова собрали. В начале декабря, может, поставим, чтобы уже как-то новогоднее настроение было. Будем наряжать, как всегда, каждый год наряжаем обычными елочными нашими игрушками. Звезда, шарики разные, серебристые, красные, зеленые. Разные шарики такие. В прошлом году мы украшали полностью серебряными шариками, а в этом году мы будем украшать зеленую елочку. Мы уже купили искусственную. Красными, полностью красными шариками. Конечно, звезда наверху будет, на верхушечке елки. В преддверии Дня матери мы рассказываем о женщинах, которые смогли не только исполнить свое главное предназначение, но и реализовать себя в карьере и общественной деятельности. Тамара Борисова – мама и бабушка с активной жизненной позицией. У нее большая дружная семья. Трое детей, семь внуков и пять правнуков. В свои 82 года она не перестает заниматься и общественной работой. Вот уже 12 лет руководит территориальным общественным самоуправлением. В чем секрет молодости и неиссякаемой энергии, Тамара Григорьевна поделилась с нашими корреспондентами. За рабочим столом руководитель ТОС номер 57 составляет план на следующий год. Коренная казачка родилась и выросла в Краснодаре. После института с мужем уехала в Надым. Работали на газовом месторождении, принимали участие в строительстве железной дороги. Уже тогда Тамара Григорьевна проявила организаторские способности и боевой характер, заняв должность начальника отдела труда. По возвращению на Кубань местом жительства выбрали Анапу. Здесь успела поработать и председателем общественного комитета, и заведующей Анапской общественной приемной. По словам Тамары Борисовой, весь секрет ее успехов, трудолюбия и желаний сделать город лучше. Я неравнодушный человек, просто неравнодушный человек. Поэтому хочется, чтобы было хорошо, чтобы была красивая Анапа. Готовимся к курортному сезону, обязательно готовимся. Очень много цветов. Сейчас нет очень много цветов. Сажаем много цветов. Вот так. То есть, чтобы к нам приезжали с удовольствием люди отдыхать. Дети и внуки выросли, разъехались по разным городам. Поэтому все свободное время Тамара Григорьевна посвящает общественной работе. В 2005 году она заняла первое место в конкурсе на лучшего работника ТОС. В копилке 17 грамм от более 20 ценных подарков и многочисленные благодарности от представителей власти и местных жителей. За время ее руководства ТОСом по улице Толстого заасфальтировали 11 дворовых территорий. В четырех домах поменяли электроснабжение, а также установили детскую площадку. Сейчас округ готовится к празднованию Дня матери и Новому году. За ответственность и трудолюбие Тамару Борисову уважают друзья и соседи. Может служить примером не только для своей семьи, но и для окружающих. Своей зарядом бодрости, энергии. Она очень душевная, отзывчивая. О чем не попросишь, всегда поможет, придет в трудную минуту. Несмотря на бурную общественную деятельность, она всегда находит время, чтобы позвонить своим детям и внукам. А их у нее в общей сложности вместе с правнуками 15 человек. По большим праздникам собираются все вместе, а по выходным ездят друг к другу в гости. Хорошо, дружная семья. Я вот только недавно приехала из Краснодара. У внука был день рождения, мы все там собирались. Вот самая очень дружная семья. Все друг друга поддерживают, дружная семья. Так что приятно. День матери для семьи Борисовых – праздник особенный. Тамара Григорьевна уже готовится к поездке к детям в Краснодар. Попутно успевает решать и насущные проблемы своего округа. Нужно благоустроить часть двора, начать подготовку к Новому году, провести разъяснительную работу с жителями. По словам Тамары Григорьевны, в любом возрасте можно быть нужной и полезной не только своим родным, но и обществу. Для этого всего-то надо быть неравнодушным человеком и любить то место, где живешь. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Художники увековечили природные красоты Большого Утреша. За год живописцы из Академии Рафаэль создали десятки пейзажей, отражающие неповторимость заповедной зоны. Экспедиция в составе 18 человек посетила каньон, Савину щель и водопад Жемчужный. Выставка лучших работ развернулась в офисе заповедника. По словам художественного руководителя, каждая работа выбрала в себя не только магию природы, но и особенный дух этих мест. Первоначально в этой картине художница хотела сделать акцент на парящем над волнами баклане. Но спустя несколько часов работы увлеклась, отдав главную роль бушующему морю. Светлана Ковешникова родилась и выросла на Камчатке. Море – часть ее жизни, без которой она не представляет свое творчество. В своей работе художница соединила несколько техник и материалов. В многочисленных слоях прослеживается масло, акварель, уголь и лак. На работу ушло 10 дней экспедиции. Море рисовать сложно. Действительно, я не ожидала, что действительно так сложно, потому что вот здесь вот пять слоев наложения, наложения. То есть высыхало, опять по новый слой накладывали. То есть здесь очень много работы именно во времени. Проект был создан для того, чтобы раскрыть всю красоту природы заповедника. Все картины написаны с натуры. Каждый пейзаж имеет характер и индивидуальность. Кто-то сделал акцент на сочных и ярких красках осени, другие – на спокойных тонах бушующего моря. Удивительно, что как бы мы, сколько бы ни говорили о природе, мы сами-то на нее по-разному смотрим. У нас у всех свой взгляд на утриж. А вот рассказывать с научной точки зрения, а с точки зрения простого человека, кто бы ни пришел, видят себя по-разному. И ощущают себя на утрише по-разному. Конечно, иногда происходит такое, что ты с восторгом, вдруг инспектора тебе показывают там полосты, жир на дереве, он с эту голову вот так вот опускает и с него дают, что тут художники пришли, и дюймники расставляют все. Для жителей утриша это тоже событие. Для выставки были отобраны 28 работ. 11 из них передали в дар заповеднику. Выставка «Открытый воздух у Триша» – это своеобразное подведение итогов за последний год. Но, как говорят сами сотрудники заповедника, ставить точку пока рано. За месяц они намерены реализовать необычный проект – письма животным, а также открыть выставку, посвященную птицам. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа. Регион. Анапа вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха с детьми на новогодние каникулы. Рейтинг составлен по результатам анализа брони и жилья туристами для проживания с детьми с 28 декабря текущего года по 9 января 2017. Даже в зимнее время, по мнению туристов, Анапа может предложить массу развлечений для активного и размеренного отдыха. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Субтитры создавал DimaTorzok